Первыми учениками школы были студенты, строители и инженеры. Учебное заведение создавали специально для учащейся и рабочей молодежи, хотя уже с первых лет ее существования педагоги занимались и с детьми. За 60 лет школу окончили более 4 тысяч человек. И если в начале обучение проходило только по классу фортепиано, то уже сейчас есть классы академического эстрадного вокала, духовых, ударных и народных инструментов. Здесь много у нас преподавателей, которые начинали когда-то в этой школе, ну, может, не 60 лет назад, но работают всю жизнь, можно сказать. Есть преподаватели, которые учили, заканчивали эту школу, и сейчас тоже несут знания детям, передают их другому, следующему поколению. Сейчас в школе 565 учеников. Занимаются дети в историческом здании, где когда-то жил работа, уполномоченный цикл по строительству Мацессинского курорта Александр Метелев. Здание очень такое старинное, интересное, и всем тут уютно. К нам приезжают многие из Кудепс, из Хосты учиться дети и все. Понятно, что требует некоторого ремонта, но пытаемся сохранить это здание. Почти все ученики являются участниками школьных ансамблей. Без них нельзя представить почти ни один праздник города. Они активно участвуют в концертах. По случаю круглой даты ученики и их преподаватели выступили на большой сцене в зимнем театре. В день рождения школы педагогов поздравил мэр Сочи Анатолий Пахомов. Лучших он наградил грамотами и благодарностями. И прежде всего это в деле воспитания как детей, так и, конечно, взрослого населения. Потому что мы реально понимаем, что если у человека есть увлечение, есть талант, он будет замечательным человеком, он будет счастливым человеком. Но талант этот нужно найти, нужно открыть. По словам директора школы, главная задача коллектива – оставаться всегда в строю и сохранить школу, где и в будущем юные сочинцы смогут получить серьезное музыкальное образование. Елена Всецина, телекомпания ФКТ.